А я думаю, что есть хороший шанс, что когда мы добудем этот 21 миллионов биткоинов, то Сатоши придет, истерически засмеется и обнулит биткоин. Здравствуйте, друзья! Это видео состоит из двух частей. Вторую я выложу, когда мы наберем 2000 лайков под этой. Во второй части я приведу неопровержимые доказательства того, что Джей Пи Морган и в частности Джейми Даймон активно инвестируют в криптовалюту с 2016 года, а также я назову 5 криптовалют, которые они покупают. В этой же части я покажу тебе его публичную ложь, направленную на манипулирование сознанием масс. Итак, миллиардер Джейми Даймон только что дал свой последний прогноз по биткоину. Это последний раз, когда я высказываю свое мнение, в котором рассказал о том, как он видит глобальное будущее биткоина. Если вы не сможете решить проблему плохих сценариев использования, правительству, вероятно, придется закрыть биткоин. Похоже, что Джейми Даймон не видел этой информации и не хочет, чтобы ее видел кто-либо еще. Думаю, ошибочно полагать, что все в порядке. И знаете, когда фондовые рынки взлетают, это как наркотик, на который все подсаживаются. Сначала все как будто очень замечательно. Но не забывайте, что у нас было так много фискального и монетарного стимулирования в 2021. И в 2024 и 2025 нас ожидает множество интересных вещей. Вы упомянули Украину, террористическую активность в Израиле, в Красном море, количественное ужесточение. Я все еще сомневаюсь, понимаем ли мы, как именно оно работает. И я не думаю, что мы понимаем даже то, как работает количественное смягчение. Ну и, конечно же, политика. Знаете, война в Украине влияет на нефть, газ, продовольствие, миграцию. У нас есть все эти очень мощные факторы, которые будут влиять на рынок в 2024 и 2025. Как правило, фондовые рынки хорошо себя чувствуют в годы выборов, особенно когда действующий президент хочет остаться у власти. Поэтому Джейми Даймонд все еще осторожничает насчет фондового рынка. Но что насчет криптовалюты? Джейми спросили о том, изменил ли он свое мнение о спотовых биткоин ETF-ах с тех пор, как они начали торговаться. Этот биткоин ETF был утвержден всего неделю назад, и я думаю, что многие люди пытаются понять, а что это в конечном итоге означает. Я думаю, теперь, если бы вы были клиентом банка JP Morgan, вы бы могли позвонить своему брокеру и сказать, дайте мне немного этого биткоин ETF-а. Как вы ответите? Что вы отвечаете на такие запросы своих клиентов? Да, это очень важная вещь, но это последний раз, когда я говорю об этом на CNBC. Блокчейн — это реальность, это технология, мы ее используем. Он будет перемещать деньги, он будет перемещать данные, это все очень эффективно. Мы говорим об этом уже 12 лет, но сделано мало. Я думаю, мы потратили слишком много времени на слова. Итак, криптовалюты бывают двух типов. Есть криптовалюта, которая действительно может что-то сделать. Это та, которая как смарт-контракт. И тогда мы можем использовать ее для продажи недвижимости и перемещения данных. Это может иметь ценность. Идея токенизации. Токенизация вещей, с которыми мы можем что-то сделать. А есть криптовалюты, которые ничего не делают. Я называю их камень-питомец. Ну или биткоин, что-то в этом роде. Что касается биткоина. Во-первых, я не пытаюсь пошутить. Есть сценарий использования биткоина. Это мошенничество, отмывание денег, уклонение от налогов, торговля людьми. Это реальные его сценарии использования. С этими целями через биткоин проходят от 50 до 100 миллиардов долларов в год. Это конечная цель его использования. Все остальное это обмены людей между собой. А теперь мое последнее заявление. Это последний раз, когда я вообще говорю о биткоине. Можете заниматься биткоином, это нормально. Не мне указывать вам, что делать. Но мой личный совет. Не связывайтесь с биткоином. Тем не менее, как в личном, так и в профессиональном плане, Джей Пи Морган участвует в криптовалюте. Я оставлю ссылку на видео, в котором раскрыл это более подробно. Компания BlackRock назвала Джей Пи Морган своим ведущим, уполномоченным участником для спотового биткоина ETF. Сначала говорит, что биткоин это очень плохо, а потом ускоряет его внедрение, будучи уполномоченным участником BlackRock. Кроме этого, Джей Пи Морган использует эфириум в качестве основы для монеты Джей Пи Морган-Джей Пи Эм. Ежедневный объем транзакций их монеты, основанный на блокчейне эфира, уже составляет миллиард долларов. То есть нужно обращать внимание на то, что они делают, а не только на то, что они говорят. Что вы думаете о других компаниях? Очевидно, что BlackRock и Ларри Финк меняют свой взгляд на биткоин. Он либо искренне верит в биткоин, либо просто осознал, что должен быть хотя бы частью этого рынка. Точно так же, как и дюжина других крупных финансовых институтов, включая Фиделити. Во-первых, мне все равно. Так что, пожалуйста, перестаньте говорить об этом дерьме. И я не знаю, что бы Ларри сказал о блокчейне, валютах, которые что-то делают, или о самом биткоине, который не делает ничего. Возможно, на самом деле его точка зрения не сильно отличается от моей. Но знаете, это то, что из себя представляет рынок, разные точки зрения и мнения. А вот отличный ответ от ведущего CNBC Джо Куртена. Золото тоже ничего не делает? Да, но предложение золото ограничено, и его все-таки используют. Так же, как и биткоин. Ха, вы так думаете? Думаю. А я думаю, что есть хороший шанс, что когда мы добудем этот 21 миллионов биткоинов, то Сатоши придет, истерически засмеется и обнулит биткоин. И вообще, откуда вы знаете, что этих монет будет 21 миллион? Я не встречал ни одного человека, который сказал бы мне, что знает это наверняка. Но это на самом деле так. Последний биткоин будет добыт в 2150 году. И с каждым халвингом добывать монеты становится сложнее. Ну, говорите, что хотите, а я стою на своем. Что касается золота. Шесть характеристик, которые делают его ценным на протяжении уже 4000 лет, присутствуют в биткоине. Вот и все, что я хочу сказать. Я люблю тебя и не хочу обидеть. Вот. Джейми говорит, что, во-первых, Сатоши Накамото, кем бы он ни был, однажды придет и обнулит биткоин. А во-вторых, этот же Сатоши может напечатать еще биткоинов, когда мы добудем 21 миллион монет. Посмотри, это всего лишь 5 строк кода, и даже Сатоши не может изменить это. Если ты используешь банк, централизованную третью сторону, тебе придется на свой страх и риск довериться третьим лицам, довериться людям. Биткоин же не требует от тебя этого. Это открытый публичный код для всех. По крайней мере, для всех, кто может в этом разобраться. И Джейми явно не понимает, что правительства не запрещают биткоин. И в принципе не способны это сделать. Правительства его, наоборот, одобряют. Они удерживают его, они хотят делать на этом деньги. Я думаю, что у биткоина есть еще один риск. Если биткоин не найдет адекватных способов использования, правительство, вероятно, будет вынуждено закрыть его. Насчет отмывания денег через биткоин. По-моему, на 20 тысяч долларов США, которые участвуют в отмывании денег, только 35 долларов приходится на биткоин. Так что на данный момент исторически сложилось так, что доминирующей валютой для отмывания денег был американский доллар. Миллиардер Говард Лютник поднял тему криптовалюты на международном форуме DAO. Что бы вы хотели сказать? Вспомните, как начинались золотые ETF. Поведение цены было интересным в 2004 году. Она оставалась достаточно равнодушной к этому событию, хотя перед запуском ETF была вся эта шумиха, что все будут покупать золото и так далее. Так что я думаю, что биткоин сейчас тоже будет оставаться относительно равнодушным. Но когда произойдет халвинг, это будет долгосрочным толчком для цены. Так что биткоин, я думаю, будет расти. И есть компания, которая мне нравится под названием Тезер, это Стейблкоин. И знаете, я управляю многими их активами. А Тезер Холдингс это название их группы. И у них есть все деньги, о которых они говорят. Я хочу сказать об этом честно и прямо, исходя из того, что мы видели, а мы проделали большую работу с ними. В последней аттестации они заявили, что у них 86 миллиардов активов и 83 миллиарда обязательств. Это важно, ведь многие сомневаются, поддержан ли USDT чем-то или нет. Итак, генеральный директор Кантер Фитцгеральд пытается убедить, что почти 100 миллиардов долларов, которые Тезер напечатал, обеспечены реальными активами. И напоследок вернемся к Джейми Даймону. Если ты думаешь, что последнее его выступление насчет бесполезности биткоина единственное, ты ошибаешься. Он заявляет это с 2015 года и каждый раз тоже ошибался. Я нашел подборку его высказываний. Послушай. Как вы смотрите на то, что в будущем появится теневая система, основанная на блокчейне? Найдутся ли предприниматели, которые будут работать в теневой экономике, основанной на биткоине? И как вы себе это представляете? Этого просто не произойдет. Я имею в виду, что вы зря тратите свое время. Когда Минюст позвонит, им и скажет, это незаконная валюта, это противоречит законам США. И если ты сделаешь это еще раз, мы посадим тебя в тюрьму. Все будет кончено. В мире не будет настоящей, неконтролируемой властью валюты. Меня меньше всего волнует, для чего нужен биткоин. Как он торгуется, почему он торгуется, кто им торгует. Если вы достаточно глупы, чтобы купить его, то однажды вы за это поплатите. Я также говорил людям, что биткоин может торговаться на уровне 100 тысяч долларов, прежде чем упадет до нуля. Когда-то тюльпанные луковицы стоили 75 тысяч долларов, если помните. Единственная ценность биткоина – это дурак, которому я его продам. Позвольте мне спросить вас о биткоине, потому что это был еще один ваш знаменитый комментарий, что это мошенничество. Да, теперь мы видим, мы жалеем о некоторых наших высказываниях. Блокчейн реален. У вас могут быть криптодоллары и иены и тому подобное. Вопрос в том, как я всегда говорил, как правительство отнесется к биткоину. От этого зависит, станет ли биткоин действительно большим. У меня просто другая точка зрения. Мне вообще не очень интересна эта тема. Лично я считаю, что биткоин бесполезен. Даже не хочу сближаться с ним никогда. Мне лично все равно. Для меня биткоин не имеет никакого значения. Я совершенно ясно выразил свое мнение по поводу криптотокенов. Я называю их домашними питомцами-камнями. И люди раздувают эту тему. Но это не значит, что блокчейн нереален. Это не значит, что смарт-контракты или веб 3.0 нереализуемы. Биткоин сам по себе это раздутое мошенничество. Это как камни в качестве домашних питомцев. Откуда вы знаете, что биткоина становится на 21 миллионе монет? Сатоши однажды вернется, засмеется вам в лицо и выпустит еще больше монет. Во-первых, мне все равно. Так что, пожалуйста, перестаньте говорить об этом дерьме. И я не знаю, что бы он сказал о блокчейне, валютах, которые что-то делают, или о самом биткоине, который не делает ничего. Возможно, на самом деле, точка зрения Ларри Финка не сильно отличается от моей. Но знаете, это то, что из себя представляет рынок. Разные точки зрения и мнения. Это последний раз, когда я высказываю свое. Я думаю, что есть хороший шанс, что когда мы добудем этот 21 миллионов биткоинов, то Сатоши придет и обнулит его. Я не знаю, почему криптодоллар может стать чем-то, что будет хранить ценность хуже, чем какой-то там биткоин. Таково мое мнение. И я могу ошибаться, в чем я сомневаюсь. На этом все, друзья. Меня зовут Богатейший Ди. И не забудь посмотреть вторую часть этого видео. Это очень важно, ведь они связаны. Для полной картины это необходимо. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok